Уступает или не уступает? Так, вот этот уступает. Молодец. Видит, наверное, что я снимаю. Решил уступить дорогу. Ну, правильно. Она пришла, говорит, этот фильм она видела, но не все серии. И, в общем, нас тут вечером с ней устроили такой, можно сказать, маленький кинотеатр. Я когда вижу ваши счастливые лица, я тоже счастлива очень. Ну, ладно? Серьезно, серьезно. А что маме еще надо? Видеть счастливых детей, да и все. Всем доброе утро, девочки мои. На улице рассветает пол пятого утра. На градуснике сейчас пока 23, то ли 24 градуса. Ну, свежо, так хорошо, тихо. Ветра нет. У меня время дня начинается в такое время. Я проснулась сегодня в 3 часа ночи. Уже сижу, монтирую видео для вас. Я вот поймала себя на том, что когда вот летом жара, и когда вот в такое время, вот с 4 утра, скажем, и там до 8, самое то, тихо, прохладненько, так хорошо, жизнь начинается. Когда потом поднимается солнце, вчера в 9 часов уже включила сплит. Даже в 8 часов включила сплит. Целый день он наработал до самого вечера. Так, ну ладно, продолжу я пока сейчас смонтировать. Потом уже вернусь к вам. Ну вот, девочки, 8 часов утра, а я уже вышла из дома. Мне надо зайти в Сбербанк, мне нужна наличность. И потом надо за продуктами зайти. Как хорошо, когда вот так вот рано встанешь и рано все свои дела поделаешь. Правда, я уже вот стала чувствовать, что мне вроде как и в сон уже начинает клонять. Ну думаю, если я сейчас посплю, то я потом уже в жару не выйду, никуда не пойду. Думаю, сейчас по-быстренькому все. Пока видео мое выводится, я искупалась уже по-быстренькому. Позавтракала своей овсяночкой, кашечкой. Вот, овсяночкой, кашечкой. Кто-то подчеркивает, что у меня все ночка. Ну у меня все в уменьшительно ласкательном таком, знаете, люблю я так выражаться. Вот, 8 часов. Жары еще нету, хотя сегодня будет, ну градусов 35, по-моему. Пока что еще сплит не включала. Решила пройтись по-свежему. Сейчас все сделать, все скупить, прийти домой уже, завалиться и все. И тогда уже можно никуда не идти, можно отдыхать. Готовить буду или не буду сегодня или завтра, еще не решила. Пока что есть что покушать. Но в любом случае, ой, как хорошо, воскресенье, дороги пустые. Во всяком случае, покушать есть что. Но я вчера смотрела сериал этот до 12 часов. 12 часов уже выключила, думаю, надо спать. Все равно рано просыпаюсь. И проснулась я в 3 часа. Обалдеть, да? В 3 часа всего спала. Ну, сейчас свои дела все поделаю. И все. Воскресное утро, девочки. Такая тишина кругом. Людей мало, машин мало. Вот такая вот картина. Солнышко еще пока не поднялось сильно. Поэтому еще не жарко, еще не припекает. Ну, 27 градусов на данный момент у меня на градуснике. Так что пройтись вот по такой погоде хорошо, приятно. Так, ну, идем. Тут у нас, я смотрю, цветочки высадили. Сейчас посмотрим на них. Так, мне уступают очень хорошо, замечательно. Смотрите, какие цветочки. Вот недавно высадили вот эти клумбочки. Ну, приятно. Вот идешь мимо. Раз. Увидишь цветочки. На душе становится приятно. Так, что у нас там машины? Уступает или не уступает? Так, вот этот уступает. Молодец. Видит, наверное, что я снимаю. Решил уступить дорогу. Ну, правильно. Так, надо. Так. Ну, что. Ой, как хорошо тут сейчас птенечек. Раз. Что мне надо? Пятерочка с восьми, да, работает у нас. И там у нас еще дальше магазин мясной есть. Я хочу фарша взять. Хочу, девочки, опять сделать овощной рагу, я вам скажу. Как-то я его поела, дочь угостила. И вот такое блюдо, которое действительно не надоедает. Оно очень приятное. И в то же время оно заменяет и первое, и второе. Прямо здорово класс. У нас тут универмаг, а дальше донские традиции и мясокомбинат. Там я беру мясо. По-моему, тоже с восьми уже этот работает магазин. Я из дома вышла, было без пяти, восемь. Да, с восьми часов уже открыто. Ну, зайдем. Так, что у нас тут есть? Свининка. У меня свининка дома еще есть. Говядинка пока есть. Вот фаршик я сейчас возьму. И все. Так, все, девочки. Купила я индюшин и фарш. И купила люля-кебаб свиноговяжий. Там куриный еще есть. Но мне свиноговяжий больше нравится. Я уже брала его, он мне понравился, взяла еще раз. Теперь идем в пятерочку. Вообще, я боюсь, что после пятерочки я опять, как всегда, выйду с полными руками. И мне уже не будет свободных рук, чтобы камеру держать. У меня так и бывает. Иду в магазин, снимаю, а из магазина иду уже не снимаю. А после пятерочки еще вот я зайду, рядом тут вот эта вот палатка, где у нас фрукты, овощи продают. Я там тоже люблю прикупить кабачки, там баклажаны, помидорчики. Все свежее, все грунтовое. Не то, что здесь вот парниковое. Так, ну все, заходим, затариваемся. Зашла в пятерочку, магазин только открылся. Смотрю, тут арбузы появились, ну по 50 рублей килограмм. Ну, я еще подожду пока, рано их еще брать. Я смотрю, в магазине покупателей еще нет, я тут одна. Классно, только что музыка играет, это не классно. Девочки, пришла домой, как всегда, принесла полные руки. Ну, чтобы порожняка не гонять, чтобы порожняком не ходить. Сейчас покажу вам, что я купила там. Так, девочки, так как я вчера помыла холодильник, морозилка у меня практически свободная. Значит, я взяла вот эти вот пельменички. Это так, на всякий случай, чтобы они были у меня. Взяла вот эти вот вишни замороженные, без косточки. Это тоже, когда мне вот захочется фрукты, ну компот может сварить. И не будет ничего, допустим, фруктов. Яблоки всегда есть. Вот так взяла и сварила. Так, что еще я взяла? Девочки, взяла я на пробу. Вот этот вот йогурт термостатный. Ну, это натуральный, не сладкий. Я решила попробовать его. Потому что самой готовить мне йогурт не хочется. Обычно много надо готовить, закваска нужна. А это вот хочу попробовать. Ну, 15-процентную сметану, как всегда. Масло у меня уже закончилось почти. Ну, я беру вот эта красная цена. Вот оно нормальное масло и недорого. Цены я вам не говорю, девочки. На сайте Пятерочки цены есть. Ну, все знают, какая там цена. Компот из вишни. Решила я сейчас не варить компот. Попью пока вот этот. А компот сварю потом. Ну, я фрукты уже взяла на компот. Ну, думала возьму, не возьму, что там будет. В общем, была сначала в Пятерочке, взяла компот. Так что пускай у меня будет. Так, молоко 1,5%. Я беру красная цена. Кабачки, не знаю, взяла на всякий случай в Пятерочке. Потому что, думаю, вдруг в ларьке не будет. Пускай хотя бы кабачки. Маленький батончик со трубями взяла. И потом, думаю, топленое молочко. Вот иногда беру просто российский красная цена сыр. А потом, думаю, да ладно, живем один раз. Топленое молочко я люблю. Хороший сыр мне нравится. Ну, и вот эта вот грудинка парижская. Тоже я ее открою попозже. Потому что сейчас я взяла кое-что другое. Ну, в мясном магазине я взяла фарш из индейки. Но я взяла два пакета по полкило. Один пакет я убираю в морозилку сразу же. Это буду готовить я попозже. Один пакет положу вниз. Буду готовить завтра. А сегодня люляшечки буду есть. И, в общем, все хорошо. В общем, у меня холодильничек потихонечку затаривается. Так сказать. Я не люблю, когда он пустой. Люблю, когда он полный. Ну, и в палатке я взяла баклажаны. Хочу опять кабачки с баклажанами сделать. Баклажаны 100 рублей. Перец болгарский 120 рублей килограмм. Помидоры по 90 рублей. Взяла алычу. Алыча 130. А абрикос 120. Ну, это вот что-то поем. Что-то на компотик пойду добавлю. Ну, сделаю. Не сегодня. Наверное, может быть, завтра. Но потом, попозже. Вот и все. Ну, вот и все, девочки. Вот все, что я прикупила. И, кстати говоря, у меня не было. Всего один час. Я за час управилась. В 9 часов вернулась я домой. В общем-то, все. Готовить сегодня не буду. У меня есть уже готовое, что поесть. Нужно вот это все подъедать. А завтра уже буду что-то готовить. И что сейчас? Сейчас я переоденусь. Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Люди только просыпаются в 9 часов. А у меня, можно сказать, рабочая смена 6-часовая закончилась. В общем, включу сейчас сериал. Ничто не случается дважды. Я вчера просмотрела, по-моему, 7 серий. В общем, включу продолжение. Скоро уже надо будет включать сплит. И, в общем, буду я наслаждаться жизнью. Сегодня мне никуда бежать не надо. А завтра уже начнется рабочий день. И завтра уже у меня беготня с утра пойдет. Вот. Ну, если сегодня что-то будет интересное, я еще вам подсниму чуть-чуть. Ну, а сейчас я переодеваюсь и начинаю отдыхать. Вообще-то мне нужно еще немножко поспать, немножко доспать, потому что я чувствую, глазки у меня закрываются. Ну, я рада, что я все сделала с утра. Я прям довольна. Вон она, красавица-сорока, сидит. Вон она сидит, дурочки чистят. Вот это она у нас кричит иногда по утра. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, только встала с постели, сорока улетела. Я только проснулась, открыла глаза и в окно глянула. Смотрю, на речке сорока сидит. Вот это да. Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас должен быть дождик. Да, доброе утро, девочки мои. Пол шестого сейчас утра. Я только проснулась. Тут летают птички у нас. Ночью был дождь, но опять подсохло все уже. И сегодня тоже должен быть дождик. Так, я уже встала, девочки мои. На улице дождик легенький такой идет. Ну, ветра нету почти. Чуть-чуть такой, но свеженький, свеженький. 24 градуса на улице. Хорошо. Ну что, надо уже готовить, кушать. Ну что, девочки мои. Сейчас 8 часов утра. Мы уже с соседкой кофе попили, поболтали уже. Я ее к врачу записала. Там с утра запись онлайна попросила записать. Пока она сейчас к врачу сбегает, я решила уже с утра пораньше приготовить, покушать. Потому что мне в 12 часов тоже надо будет убегать по своим делам. С детьми там надо с моими встретиться. Кое-какие дела порешать. В общем, что я сейчас хочу. Я поставила кастрюлю уже. Сейчас сварю компот. Купила вчера алычу. Такой темный. Абрикосы. Яблоко туда положу. И что-нибудь из варенья. Я так думаю, что варенье нужно уже... Зима прошла, нужно уже приходовать. И чтобы не добавлять лишний сахар, можно добавить какое-то варенье, и оно придаст вкус. Я все равно потом компот процеживаю, и уже все это процеживается. Вот. Ну, а на горячее я хочу приготовить себе овощную рагу. Опять, как я готовила в прошлый раз. Баклажаны, кабачки, болгарский перец, помидоры, лук. Ну, и зелень в конце. И фарш у меня будет индюшины. Я опять взяла индюшинный фарш. Мне на самом деле с индюшинным фаршем очень понравилось. Он же все-таки диетическое мясо, да? Это лучше, чем свинину брать. Ну, в общем, короче, взяла индюшинный фарш. И все. У меня все продукты есть в наличии. Сейчас просто я нарежу. Нарежу на компот. Будет пока вариться параллельно. Я уже приготовлю сейчас фрукты. Быстренько помою и отставлю. И буду потихоньку уже нарезать овощи на рагу. А потом все. Включу мультиварку. Все это закидаю туда. И будет мультиварка это все готовить. А уже в обед, когда я приду домой, у меня уже все готово. Так что давайте приступим. Все. Компотик у меня уже варится. Абрикосы. Вернее, алыча там. Яблоки. И варенье абрикосовое положила туда. Сейчас оно чуть-чуть покипит. Я выключаю. Так. Ну, компотик у нас готов. Сейчас я быстренько нарежу все на рагу. Я уже так не буду, наверное, все подробно показывать. Потому что я недавно уже эту рагу готовила. Единственное, что просто я вам хочу немножко с вами поболтать. Хочу вам сказать. Вчера смотрела сериал вот этот вот. Первый сезон просмотрела весь. Даже первую серию второго сезона. И со мной вместе просмотр был вместе с соседкой. Она пришла, говорит, этот фильм она видела, но не все серии. И, в общем, нас тут вечером с ней устроили такой, можно сказать, маленький кинотеатр. Взяли фрукты, сидели, кушали фрукты с ней. Вот. В общем, хороший сериал захватил у меня. Так, закидываю сейчас лук. И фарш обжарится. И потом все остальные овощи тем временем мне порежу и туда закину. В мультиварке буду готовить. Масло я туда уже налила. Отправляю туда лук. Сейчас чуть-чуть лук обжарится, потом фарш. Но я уже начну резать овощи. Овощи беру опять те же самые. Вот небольшие у меня баклажанчики, три штучки. Два кабачка. Два болгарских перца. Их уже почистила полностью. И один большой-большой помидор. Ну, зелень потом. Так, пока у меня прогревается мультиварка, я сейчас быстренько все это поделаю. Как хорошо, девочки, когда утром вот свежо, свежий воздух. У меня сейчас прям легкий такой обдувает. Вот не сильный ветер с одной стороны хорошо. Легкий такой, легкий, свежий воздух у меня обдувает. У меня дверь открыта сейчас. Люди еще спят, отдыхают. Девятый час только. Хотя рабочий день уже сегодня наступил. Люди сейчас кто на работу, где на работу пойдут. Потому что уже пошли. Вот. А я хочу с утра уже сделать дела все, чтобы, как говорится, сделал дело, гуляй смело. Я так учу. Дела вперед надо делать с утра. Пока на свежие силы. Пока дела никакие другие. Меня нет в льке. А потом уже другие дела пойдут. Уже не до готовки будет. Сегодня нужно еще там по каким-то конторам побегать. Кое-какие другие дела порешать. Так что домашние дела сейчас я все сделаю. И уже об этом думать не буду. Потому что если что-то не сделано, я об этом думаю. Оно мне мешает осуществлять какие-то другие дела. Понимаете? Вот так я устрою. Такая у меня установка в голове. Так. Ну ладно. Сейчас продолжим резать. Там лук начинает уже обжариваться. И в общем в том же духе будем резать дальше. Ну сейчас вот лук уже немножко обжариваться. И можно закидывать туда фарш. Сейчас закинем фарш. Вместе все это обжарим. И потом все остальные овощи. Все. Фарш я закинула. Все пускай обжаривается. В общем-то я режу, девочки, на 4 части. Вот кабачки и баклажаны. И все. И крупными вот такими вот кусочками все это нарезаю. Помидоры крупно. Ну болгарский перец можно поменьше чуть-чуть резать. И все. Вот мне кажется вот это блюдо для лета. Это самое, наверное, самое лучшее блюдо. Мясное. Хотя можно его без мяса делать. Овощной рагу все равно будет вкусно. Ну сытнее мне кажется все-таки с мясом. Полкило фарша какого-нибудь положить и будет вкуснее. Вот. И вот видите, я с удовольствием его готовлю второй раз. И кстати кто-то из подписчиков писал, что такое блюдо приготовили. Им очень понравилось. Мне кажется вот это вот блюдо можно готовить, не знаю, часто. Можно часто его готовить с удовольствием его есть. Так. Я тень блиненьким помешиваю. Нужно, чтобы побелело мясо все полностью. Там оно розовое, чтобы оно побелело. То есть как бы закрылось, да. Тем временем, пока оно тут готовится, я вот это все нарезала. Помидоры тоже крупно нарежу. Крупными кусочками. Можно томат, если нет помидоров. Но мне кажется летом, когда помидоры уже подешевле, лучше все овощи свежими туда положить. Томат это можно зимой, а летом надо пользоваться моментом и кушать все вот эти фрукты. В принципе помидоры можно закинуть туда сразу, когда еще готовится фарш. Помидор, он свой сок даст уже, будет хорошо. Так, ну фарш почти закрылся. Сейчас с помидорами чуть-чуть потушится. Я закину туда все остальное. Полстакана водички туда добавить чуть-чуть надо. И на режим тушения на час я ставлю. Можно там поменьше поставить, кому нравится. Но тушится-то медленно, поэтому на час мне нормально. Так. И зелень в конце, уже минут за 10 до конца можно будет зелень положить, лавровый лист. Посолить. Можно чуть раньше посолить. Можно хоть сразу. Ну я обычно в середине готовки сами. Через полчаса примерно посолю. Поперчить можно, кто любит, с терчика. Кто любит острое, можно острый перец добавить. Но я не люблю острое. Надо беречь свой желудок. Это раздражает желудок. Но девочки, кто уже приготовил такое блюдо, написали мне в комментариях, что очень понравилось, очень вкусно. Так что попробуйте, кто не пробовал. У кого есть доступность вот эти все овощи. Я представляю, у кого есть огороды, все эти овощи растут. Вообще люди в шоколаде живут. Так. Все. Можно закидывать туда все овощи. Я закидываю туда кабачки, баклажаны, лапарский перчик. Все. Заливаю водичкой. Так. Этот режим я убираю. Пусть немножко подостынет. И поставлю режим тушения. Чуть-чуть водички, чтобы не подгорело. Пока оно сок даст, чтобы оно не подгорело. И все. Можно закрыть. Я заранее, девочки, приготовила зелень порезала. Здесь укроп и петрушка. Но если какую-то еще зелень любите, я бы не стала другого ничего сюда добавлять. Лавровый листик один. И это вкусная соль у меня в баночке здесь. И букет перцев. Все. Готово. Только время подойдет. 51 минута осталось. Когда останется где-то 30 минут. Я тогда могу солить, перчить. И лаврушку можно будет кинуть. Но зелень в любом случае за 10 минут до конца раньше не нужна. Потому что она потеряет свои качества. И витамин тоже. Все. Пойду займусь пока другими делами своими. Девочки, вышла я из дома. Пошла по делам. На улице просто классно вообще сейчас. Ни холодно, ни жарко. Облачно. Дождик такой прошел небольшой. Но сегодня у нас будет целый день дождь. И еще дня 2-3 где-то будет дождик такой. Но сегодня до 27 градусов. Прям отличная погода. Прям благодать. И ветра сильного нет. Такой ветерочек легкий. В общем, вышла. Я еще не обедала. Еще рано обедать. Пойду по делам схожу. Потом приду. Буду есть сарагу. Уже приготовила сарагу, компотик. Все отличненько у меня. О, как хорошо прям пройтись. Приятно по воздуху идти. Когда и дождь сейчас не идет. Но он такой легенький. То идет, то не идет. Так по чуть-чуть. В общем, короче говоря, пошла я по своим делам. Потом приду, продолжим просмотр. Продолжим наши съемки. О, солнышко только что вылезло. Чуть-чуть. Иду прогулочным шагом. Всегда выхожу заранее, для того, чтобы не спешить. Не люблю бежать голодом по его лопнице. Собралась я со своими детками. Виталик и доча, и Настена. Ну, мы так собрались по делу. Сейчас уже разбежимся все по своим делам. Ну, вот хоть пообщались. Родня, поздоровайтесь с моими подписчиками. Всем привет! Я нашла, кстати, малый попут. Очень хорошо. У меня потерялся попут-денорожка. И теперь мы оттуда шли. И там мы увидели потерявший попут. И папа в ней вода. Хорошо, хорошо. Прикупили фрукты. Я купила внукам фрукты. Ну, вот это вот я взяла. Лоточек это нам. И вот, вот. Птички налетели, поклевали, поклевали. Выкинь его, это листья. Все. Пакетик внучки. Пакетик внуку. Бабушка всех угощениями, фруктами угостила. Да? Ну, дайте бабушке кусочек. Гля, такие клюк-клюк-клюк. Как эти, да? Птички. Съели, не отходят. Птички клюют. Да? Покажите мне ваши счастливые лица. Хочу запечатлеть. Чиз. Все довольны, все рады. А я как довольна? Сами-то. Я когда вижу ваши счастливые лица, я тоже счастлива очень. Ну, ладно? Серьезно, серьезно. А что маме еще надо? Видеть счастливых детей, да и все. Потография на обложке. Все, все счастливы и все довольны. Девочки, на этой прекрасной ноте я хочу закончить свое видео. Сейчас пойду домой, буду его монтировать. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok